но на сегодняшний день пока нет виновных спустя три года нас всегда волнует поддержка людей вот да просто морально что нас поддерживают для нас вот это самое и бедно и она добивалась действительно вот что правду да и она писала всю правду вот ее и убрали это кому-то было как на убрать ее всю общалась название вообще она очень как бы вот действительно душой она статью очень хорошая вот честно говоря мне новая газета нравилась вот я как-то изначально так вот но вот эти все статьи польковская я собирала конечно это для нас такая трагедия была что вот по сегодняшний день мы очень часто вспоминаем она вот действительно болела душой за нас не просто вот там формальности она писала на самом деле то что было написала но правда сейчас не нужно вот и и и убрали тем не менее мы должны что-то делать мы не можем сказать этим людям знаете мы закрылись потому что мы больше не можем работать мы все равно будем работать до тех пор пока не расправиться с нами это совершенно ясно мы не имеем права и не имеем возможности не имеем сил повесить у себя на нашем офисе бумагу о том что мы все ушли неизвестно какой фронт вот это есть наш фронт и деваться нам некуда за нами нет пространство для отступления нет нет государства эту обязанность себя сняло сняло государство эту обязанность себя вот в такой директивной форме оставил только такой предположительный но давайте приходите посмотрим что можно сделать ладно можно сейчас сейчас она еще приедет на мой вон вот я и говорю да иди-ка вот это вот о чем идет речь речь идет речь идет о том что это бакинские армяне которые приехали еще в девяностом году сюда их расселили гостиницы общежития сейчас их выгоняют из этих гостиниц не дают регистрацию в москве они не могут получать пенсию сколько лет в общежитии 17 лет нет я девятнадцатая я пятнадцать так ведь если вы из гостиниц если вы знаете гостиниц их оставляли сейчас выгоняют из этих гостей не поймешь кто как говорит имеет власть кто решает вопрос кто дает указание и потом законы есть законы о первых делах о выселении кстати писала аня политковская о первых делах о выселении из гостиниц и тогда принимались решения о выселении без представления нового жилья вот прогресс состоит в том что сейчас суды не принимают таких решений но гостиницы проданы они проданы хозяевами с людьми так как будто это не люди а крысы или тараканы и хозяева эти уверены что они могут имеют право это их собственно и собственно выкинуть этих людей или брать с них по гостиничным ценам квартиру мою разбили в самом начале войны в январе 2095 года и все вот с тех пор жилья нет а вы в грозном доме жили всю жизнь мы там всю жизнь жили и работали в войну под полями и зарплату за это не получили вот пожалуйста это звонит жена военного они прибыли в россию из молдавии это российская армия вот уже несколько лет они не могут получить никакого жилья и это относится ко всем понимаете это вот вынуждены переселенцы вот очень важно чтобы люди понимали что это не преследование не вот это самый чеченский конфликт например это не конфликт между русским народом и чеченским народом это конфликт между государством властями которые так обращаются людьми и население совершенно потому что вот пожалуйста русская женщина вот еще звонит армия тоже это уже просто армия невозможно понимаете мы живем среди и аня тоже суде постоянной страшных трагедий страшных мы живем я говорю шутя себе что я живу в нескольких детективах одновременно меня спрашивают читатели вы детективами зачем я живу в нескольких детективах одновременно и с героями этих детективах происходит такие страшные события что думать об опасности для себя просто не остается времени и сил понимаете но понимаешь это я говорю понимаешь конечно что такая опасность объективно существует и когда меня вызывали в фсб когда вот мы попали в списке на расстрел на сайте был помещен писать из восьми человек приговоренных организации русской воли к смерти это было прямо сказано ваше слово товарищ маузер приговор произнесен и зачитан и там были наши фотографии наши адреса и телефоны и конечно нам звонили мне звонили и молодой человек один просто спрашивал а правда что про вас написано прописано написано про меня был просто активная антифашистка еще что-то какие-то такие слова не очень оскорбительно я вам сказал прямо говоря и появился в фсб нас спрашивали потому что мы написали в прокуратуру прокуратура передала это дело в фсб и нас спрашивали в фсб вы боитесь и все мои коллеги конечно отвечали нет я не боюсь ну вверх неприятно признавать что боишься но с другой стороны действительно но невозможно об этом думать а я им ответил иначе я сказала вы неправильно знаете вопрос вы не должны задавать вопрос боитесь ли вы потому что человек например боится темноты ну что из этого следует мало ли кто чего боится это физическое состояние страх зависящий очень от конституции психологической а надо задавать вопрос так как написано в уголовном кодексе извините считаете ли вы эту угрозу реальной воспринимаете ли вы ее как реальность да я воспринимаю это как реальности все мои коллеги тоже не все тут как говорится все сейчас мобильники наверное это самое лучшее средство прослушивание особо трудиться спецслужбам не надо стоит только посмотреть список абонентов чтобы просмотреть и подключать я думаю что я наверно была более защищенная себя чувствовала в чечне чем в это не лучшие переживания в жизни это тяжело потому что ты не знаешь что делать когда ты вышел дома из подъезда и так далее я думаю об этом следующее что риск в принципе является частью нашей профессии то есть это не является частью профессии учителя или врача или еще какого но наши это является поэтому мы готовы то есть мы вот я считаю что журналист готов он должен смотреть на это открытыми глазами и понимать что это может быть не пугаться там не плакать это главный вопрос в другом что меняется от того написали ту или иную статью и даже пострадали за нее поменялось если что-то в нашем обществе в лучшую сторону она действительно была очень близко для нас для всех человеком спасибо ей огромное но очень много меня лично но очень учил а хотя где даже старше они по вот не очень очень жизнь я научилась понимать в людях очень многое и спасибо ей огромное то что она была в моей жизни жизни моей семьи давайте просто поменим да как она слушал как она послушала очень хорошо понимаем за что и кто ее убил не за те факты которые она приводила это за то что она смела называть людей подонками людей которые не привыкли это слышать которые не могут упустить что женщина может это сказать если бы был такой шанс второй раз прожить жизнь она бы так же прожила она бы стала рисковать и делать всю эту политику зная что после нее ничего не изменится и так будет страдать ее семья как подумать может она просто прожила бы для своей дочки и для своей мучки она все сделала бы ровно так же если бы еще не женщина у нее был смысл жизни на самом деле смысл жизни тем лучше как на что-то ориентировать я вот хочу чтобы только конкретно мои дети жили хорошо да а вот Аня она ведь хотела изменить там жизнь для всех остальных детей не только для своих а для всех остальных и она на эту свою жизнь вот положила и у нее получается как бы не получилось она хотела чтобы ее внучка родилась совсем в другой в других условиях чтобы ее дочка жива и не боилась за своего ребенка она не боится она не боится она не боится